Ребятушки, всем привет, привет, привет! Всем доброе утро! Всех вас целую, люблю до луны и обратно! В общем, сейчас я вам покажу ваши заказы, то, что я купила. Может быть, к печенке кто-то что-то увидит, кому-то что-то понравится. Оставлю свой ватсап под этим видео. В любое время, 24 на 7, пишите, я всегда отвечу. Цены, размеры, цвета, в общем, все-все-все, что знаю, все вам расскажу. В общем, начнем. А, это вчера купила иди к сетку. У нас же эти москитки, мы теперь снимать не будем их. Вот так на окнах и будем оставлять. Москитки погрызли мыши, в сарае стояли, новые, мы ими не пользовались. Мы как в новом доме вот окна поставили. И вот решили в этом году поставить москитки, кинулись там. Короче, можно сказать, на 24 окна 20 штук погрызли мыши. И, в общем, позвонили, узнали, сколько стоит перетянуть. И получается, одна москитная сетка стоит 300 рублей перетянуть. Хотя, одна новая москитная сетка стоит 500 рублей. Поэтому я купил вот такую вот перетяжку. И будет перетягивать сам потихоньку, там, когда будет время. Так, девчонки, вот эта вся аджика, это все идет на зака, на отправку. Вот это все я привезла вчера. Это все, что вы заказали. Аджика убойная. Кто уже, девчата, пополучили, довольны. Вот так вот. Она хорошая, настоящая аджика. Она хранится без холодильника. С ней ничего абсолютно не будет. В общем, вот такая вот баночка 200 рублей. Девчонки, запах, специи. Делает мужчина грузин. Мы уже сколько лет у него покупаем эту аджику. Вот. И девчатам понравилось. Поэтому вот эти вот здесь 25 банок, это идет все во вторник на отправку. Ой, тяжелая, тяжелая. Девчата, мучу. Я собираю свою банку эту мелочи потихоньку. Тут уже накладываю. Вот здесь у меня вот прорезь. Банку закрутила. Это у меня тоже пойдет. Я куплю, накоплю себе. Куплю себе такое приспособление, чем мыть окна. Потому что я уже замучилась с ними, честное слово. Столько окон, такие огромные. В общем, тяжело это все мыть. Так, ну поехали. Первые пакеты буду брать, первые попавшиеся. Так, что у нас? Вот эти вот носки. Это я купила 20 пар вот таких вот носков. Они пуховые, видите? Пуховые, теплые, разные такие веселенькие расцветки. И вот эти 20 пар, это тоже идет на отправку. Все сюда выкладываю, девочки. Мы за этим столом не едим. Этот стол у меня для распаковок. Поэтому все делаю. Здесь больше места нет. На кровати не, нет. Ну, короче, вы поняли. Я все время здесь. Вот такие. Это по 5 носков упакованы. Вот такие яркие, красивые все и там. Цены. Все спрашивайте, уточняйте. Это я вам все расскажу в WhatsApp. Что почем стоит. Ну, скажу сразу. Цены, девочки, очень дешевые. Этот рынок, все, что попадает с этого рынка к вам, вся вот эта вязанка, все это стоит уже в разы, и в 2, и в 3 раза дороже. Так, вот такие вот тапочки. Ну, вы их уже знаете во всяких всевозможных цветах, всевозможных расцветках. Так, вот такие. Вот такие вот синенькие. Видите? Тоже интересные. Когда ремонт сделаем, тоже девчонки себе такие куплю, пушистенькие, буду ходить по дому. Так, еще синенькие. Вот такие кофе с молоком. Вот такие. В общем, очень много всяких тапок. Вот такие синенькие. Так, пояс. Это что у нас? Наколенники. Кто мои новые подписчики, ребятки, не знают, вот такие привожу я наколенники. И пояса, это турецкие, очень хорошего качества, очень кто получил довольный, очень тоненькие, хорошо растягиваются, принимают форму тела пояс, наколенники, в них можно даже выходить, ну, куда вы там ходите, на работу, в магазин, то есть его не видно, его не заметно. И они бывают собачьи, верблюжьи и овечьи. Так, это вот наколенники. Сейчас попозже вам покажу пояса. Они хорошо пользуются спросом. Вот я даже, наверное, в этот раз привезла и буду отправлять девчонки в Германию. Так, ну и поехали. Так, здесь у нас тоже тапочки синенькие. Так, мужской свитер. Вот эти свитера, они у вас уже где-то стоят 2-2 500. Качество хорошее. Здесь вот на замочке эта женщина просила, муж едет на север, ей взять потеплее. Вот, поэтому этот свитер под горло, он такой тепленький. Вот. Качество отличное, отменное. Ничего не садится, ничего не растягивается, ничего не облазит. Так. И вот они, девчонки, эти копты. Заказывали. Их хорошо вообще заказывают. Вот я вам эти цвета уже показывала. Покажу тот цвет, который, по-моему, я еще не покупала. Или покупала, уже не помню. Нет, нет, покупала розовый кому-то цвет. Вот такие кардиганчики. Смотрите, они, можно сказать, ну, почти, что вот до колена. То есть, все прикрывают. Размеры хорошие, размеры подходят. Кто сомневается, я покупаю по объемам. Конечно, лучше всегда покупать вещь по объемам. Качество хорошее. Капюшончик, два карманчика. Посмотрите, как он там. Вот такая вот вязка. И есть, девочки, есть подделка этих кофт. Оказывается, я узнала еще, когда тот раз ездила. А, в общем, вот эта кофта, она не будет ни вытягиваться, она не будет ни растягиваться, ни какие петли с нее не полезут. Потому что там тоже есть технология пошива. Вот это сначала вяжется это все на машинках, потом это все сшивается. В общем, есть, продают подделки. У них нет плечевых, у них нет необработанных вот эти швы. Я беру вот эти, которые качественные, хорошие. Вот, видите, с капюшонами. Девчата, кто пополучили, присылают мне фотки. Отлично смотрится. Я вообще хочу собрать одно видео. Кто вот сомневается, да, еще что-то заказывать. Хочу собрать одно видео, где вот девчата меня благодарят. Ну, не показывать ни лица, ничего, а именно вот то, что они пишут в комментариях. Расцветки есть всякие всевозможные. Вы дальше увидите это все на видео. Так, вот такой фисташковый цвет. Тоже вчера женщина выбрала. Бывает, вот пишут, я хочу такую ковту, да, но цвет не знаю. И я прямо на рынке фотографирую цвета, и уже люди выбирают сами. Вот такой фисташковый цвет. Но это, видите, есть коротенькие, есть длинные. Но женщина выбрала коротенькую. Ну, коротенькая она как? Она прикрывает чуть-чуть. Поняли, что, да? Вот такой фисташковый цвет. Цвета разные есть. Разные. Ну, вот в этой ковте можно ходить вот осенью уже, ну, вот холодной осенью. Уже вот перед курткой можно одевать. Так, ну и вот таких вот два цвета. Вот эти два цвета я уже показывала. Вы их прекрасно знаете. Так, вот четыре вот таких ковточки едут на отправку. Так, ребятки, свитера мужские. Сейчас я вам покажу. Качество у них обалденное. Кто-то получил, тоже очень довольные. Мы и на высоких мужчин подбирала, я и на коротких мужчин подбирала. И с длинными руками, рукавами. В общем, вот такие свитерочки симпатичные. Вот. Их тоже очень много расцветок. Кто вот будет брать, я прям буду на рынке фотографировать. Уже будете выбирать. Цены вас приятно удивят. Приятно. Цены не озвучиваю, девочки. Все в WhatsApp. Все говорю вам в WhatsApp. Так, вот такой свитерочек. Так, вот такой вот светленький. Есть V-образный. То есть вы, когда заказ делаете, говорите, бывает, кому-то V-образный вырез подходит. Кто-то носит с круглым вырезом. И вот кто свитера заказывает, сразу пишет. Такой вырез хочу, такой вырез хочу. Так, вот такой вот нежный свитерочек. Видите? Тоненькая, приятная такая вязка, хорошая. Вот первое, что я показывала, он такой плотненький. Он прям этот. А это вот, знаете, как... Ой, ну не знаю, как объяснить. Ну, в общем, тоненькие, хорошие такие свитерки. Под курточку вот одевает очень нарядно. Я знаю, что вот пишу, писали в Краснодаре. Говорит, у нас такие свитера, мы там покупали, говорит, 2-2,500 девочки. Это стоит в 3-4 раза дешевле. Так что спрашивайте. Я всегда на связи. Всегда бывает. Я могу ответься. Там полчаса, час не могу ответить. Потом на связь выхожу. Так, вот такие вот тапочки. Вот видите? Веселенькие. Так, вот такие вот кожаные тапочки. Мужские. Теплые. Внутри мех, снаружи мех. Вот видите, они с мехом. Вот эти тапочки тоже хорошо берут. И уже кто пополучил, говорят, тоже девчонки. Ой, говорит, мужу понравилось. Там внуку понравилось. Так, дальше. Очень много носков. Вот прям очень-очень. Всяких всевозможных. Вот видите? Это мужские. Вот такие вот расцветки. И с волками, и с собаками. И с чем только хочешь, да? Так, вот такие снегири. Вот это прям вообще тоже берут очень хорошо. Можно выбрать такие же носочки и точно такие же варежки. Это шерстяные, настоящие, носки хорошие. Понятное дело, их не стирают в кипятке. Потому что это чистая шерсть, а носку кожицы стирают в теплой водичке. Теплые передать вам не могу. Ну, натуралка, о чем речь? Все, что натуральное, все тепло. Это вот мужские. Вот такие вот с волками мужские. Видите? И с волками, и с собаками, и с львами, и с снегирей. Тоже очень большая линейка всяких всевозможных. Ну, чтобы подобрать варежки и носочки, то вот они идут вот такие вот беленькие в первозданном их виде. Видите? Калинка и снегиречки. Так, пояса еще раз покажу. Кто, я их постоянно показываю, но у меня, девчата, новые подписчики добавляются, чтобы они тоже видели. Тоже видели вот это чудо пояса. Вот, смотрите, это верблюд. Вот так вот растягивается, тоненький. Можно стирать, можно, я же говорю, одевать под одежду. Примет форму тела, очень хорошая резинка. То есть он прям вот обтянет и будет и тепло вам, и хорошо. Так. Вот такие чуньки еще привезла. И еще у меня тоже и дома есть. Дома есть тоже, но по размерам не помню. Тридцать девятые есть. Сорок третий, по-моему. Вот, кому надо, заказывайте. Тоже женщина получила. Они живут. Ой, где на льдах дома стоят. Вот, говорит, вчера получила, одела, говорит, ну просто красотища. Вот такая вот у них подошва. Это только ходить по дому. Видки. Очень теплый войлок. Это что же натуральное. Так, купила две вот таких вот жилетки. Тоже женщина просила. Войлочные. Тоже они идут. Размеры их тоже есть, девчата. Ну вот не спросила, до какого. Ну и большие тоже есть, я там видела. Так. Смотрите. Вот такая жилетка. Войлок, представляете, у нее как тепло будет. Вот так она на замке. Вот такие замочки хорошие. То есть не надо никаких ни пуговиц, ни застежек. На замочке застегнул. Сейчас я вам прикину одну примерю. Вот эту побольше, которая. Так. Пожилым людям это же песня. Это же сказка. Ну видите. Видите, не застегивается на мне. В общем, вот. Вот такая красота. А прикиньте, вот эти жилетки, вот эти чуньи, это же все из одной серии. Вот. И пожилым людям вообще песня. Так. Цены на эти жилетки тоже вас приятно удивят. По дому, у кого хозяйство одел. Это же красота. Это же у тебя все натурально. У тебя все здесь, все тепло. Здесь все тепло. Ни спину не продует, ничего. Так. Вот такие болероски, девочки. Это у нас поедут в Казахстан. Вчера хотела отправить через транспортную компанию. Что-то у них там. Короче, какая-то у них там была эта. Вчера они не отправляли. Так. Вот, чтобы вам видно было. Ткань буклированная. Вот такая вот, видите. Понятно, что мех искусственный. Но достаточно такой не облезлый, пушистый вот такой мех. Вот таких я взяла пять штук в разных расцветках. Это лично уже заказывала в Казахстан. Это ей вторая будет отправка вот этих болеров. Так, вот такой зелененький цвет. Мех приятный очень. Смотрите. Вот такой ровненький, весь гладкий. Нету вот таких, что он как будто облезлый или еще что-то. Вот такая вот болерошечка. Цвета есть разные. Сейчас вот красненькую еще достану, чтобы вам видно было. А, вот еще вот такая коричневая. Так. Мех распрямить еще, знаете, он и так неплохой, да? Он хороший мех. Ну, вот взять его феном, наверное, горячим, да? Или над паром как-то. Видите, оно же все сложено, все в пакетах. В посылках также поедут, все будет смято. Вот такая вот коричневая. Видите? Рукавчик вот так вот будет. Видите, но они до 50... Нет, есть еще небуклированная ткань. Есть даже на меня размеры. Даже больше, чем на меня. Но вот эти именно буклированные, они идут 54-56, вот так вот размер. Нарядненько будет смотреться. Я видела, у нас тоже так такие ходят. И вот так иногда думаешь, как будто они как-то натуральные, что ли. Так, вот такая красненькая у нас еще идет. Мех сейчас тряхнем. Вот такая красненькая. Видите? Так, изумрудный вот такой цвет. Ну да, вот эти пять цветов. Это все идет в Казахстан. Так, вот изумрудный цвет. У них идет, девочки, вот здесь вот такие булавочки, застежечки. Видите, чем они скрепляются? Вот на таких булавочках. И еще, мало того, что вот это вот красивое все, да? И плюс вот здесь такая большая булавочка, чем это застегнуть. Ну, красота, в общем, вот эти булавочки. Цены на них вас тоже приятно удивят. Это все, девочки. Почему такие цены? Потому что все это шьется у нас. Потому что это неоткуда-то там привозится. Все это вяжется у нас. То есть все, вот люди этим занимаются. У нас цеха здесь. По всему городу. Где только этих цехов нет. Так, и еще. Привезла лотки опять. Лотки хорошо разошлись. Лотки под заморозку. То есть замораживать любую продукцию. Кто мои девчата не знает, выгрузила в том доме уже этот новый. Кто не знает, напишите в WhatsApp. Я вам фотки могу скинуть. Так, девчата заказала много этой каймак. Тоже уже кто-то пополучил, поел. Кому-то понравилось. Вот новенькие начали заказывать. Заказала, вот на днях надо нам забрать. Каймак тоже хорошо берут. Очень удобная штука. Очень. Вот так вот сварил в морозилке. Держи у тебя всегда готовое мясо. Кто-то тебе зашел, быстро картошку кинул жарить, добавил этот каймак. В общем, сварил, что угодно сделал. Вот девчата пишут, и суп пловарим, и плов варим. Так, женщине вот такую кепку кожаную мужу взяла. Она вчера попросила. Вот у нее чистая кожа. Вот здесь вот на развороте вот эти ушки. Тут все вот так утеплено. Здесь тоже утеплено. То есть можно ходить зимой. Но это чисто кожаная. Так, дальше. Дальше это еще болеро. Так, по детским вещам. Кому я брала, вот, ну, люди разрешают, почему. Можно показывать товар по этому, чтобы другие тоже видели, тоже что-то закажут. Вот такая нежнятинка детская кофточка. Тоже вязочка такая машинная. Очень нежная, такая приятная. Прям, ну, вообще. Так, такая кофточка. К школе очень много можно подобрать кофточек. У вас они будут стоить от тысячи и выше. Так. Сейчас вам покажу детскую болерожку. Она идет с кофточкой под низом. То есть можно как две вещи одевать. Вот смотрите. Идет сначала вот такая вот водолазочка. Видите? Водолазочка. К ней идет вот такая болерожка. То есть можно эту болерожечку одевать не обязательно под эту водолазочку. Видите? Даже это не болерожечка, как накидочка такая. Вот такие рукавчики. Вот такая вот нежная, нежная вязка. Можно маечку какую-нибудь одевать. Можно футболочку. Когда похолодает, можно вот с этой водолазочкой одевать. В общем, получается вещь два в одном. Цвета. Просто взрыв цветов. О, цветов. Что они тут? Взрыв цветов. И желтые, и белые, и красные, и голубые, и синих. Там сколько? Очень много видов. Так. Вот такая болерожечка. Дальше. Девчата. Вот такие вот шапки. Очень много выборов. Просто нереальные. Я там дальше вам включу видео, что я вчера успела поснимать. Так. Вот такая вот шапочка идет. Есть еще и с натуральным мехом тоже продают. Вот видите? Вот такие бубоны. Здесь бубон. Вот такая шапочка. Вот такая шапочка. Вот видите? Да, да, там, ну, в общем, они подростковые и детские. Всякие, 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 всякие. Так. Вот такие вот платьица. Их каждый заказ берут. Комуся тоже ходит. Мы постирали. Ничего с ним не случилось. Тоненькая вязочка. Вот такая вот нежнятинка. Видите? Смотрите. Ребенку не жарко будет. Это натуралка. Цинтетики никакой здесь нет. Платьев этих тоже, девочки. И с сумочками есть. Цветов просто отпад. Есть однотонные. Есть вот с добавлением каких-то цветов. И красные, и желтые, и зеленые, и синие. И всякие, всякие. Так. Вот такая вот кофточка. Тоже это вот для школы можно. Для садика. Даже у нас вот уже, выезжая с этого рынка, у нас уже эти кофты стоят в разы дороже. Можно стоять даже в два раза. А когда уже это доезжает до вас, это уже продают за тысячи. Вот такая вот кофточка. Есть синенькие в школе. Серенькие есть. Прелесть. Смотрите. Прелесть. Комуся я буду в школе одевать тоже связанного рынка. Скоро пойдут костюмы школьные. Вот эти всякие всевозможные кофточки. И все такое. Все буду тоже ей там брать. Так. Дальше. Вот такие вот платьишки. Их можно сначала носить как платьишки. Ребенок подрастает. Можно одевать как тюнечку. Тюнечку под какие-нибудь лосинчики. Так. Смотрите тоже. Вот такая вот вязочка. Тоже цвета были там. Можно выбрать, подобрать. Это вот на пять лет. Пять-шесть лет. Так. Дальше. Вчера девочки так устали. Поехали на шашлыки. А, это, девчата, шарф, паланкин. Я уже такие покупала. И вот это на речке, на речке ступали, знаете, вот как будто всю усталость у меня вода забрала. И вот с новыми силами встала такая бодренько. Вот это поедет в Германию. Эта женщина заказывала вот этот шарф, паутинку, пояса, наколенники. Он широкий, он как паланкин. Вот такая вот вязочка нежная. Цвета тоже не передать какие. И кофейные, и молочные, и коричневые, и желтые, и красные, и зеленые. Вот такой вот нежный-нежный шарфик. В общем, по поводу Германии. Все. Я уже что посылки отправила. Уже получили люди. Получили. Так что у меня здесь есть женщина, которая мне помогает это все делать. Заполнять декларации. Писать все на английском языке. В общем, так, чтобы посылка пошла. И бесповоротно, чтобы она не вернулась обратно. А так на почте я сколько узнавала. Ой, они ничего не хотят делать. Ваша посылка вернется. Может и обратно вернуться. И поэтому я вот с этим моментом за границу отправлять тормозила. А сейчас куда угодно. Но вот многие спрашивают в Казахстан. В Казахстан, девочки, посылка стоит порядка 2-2. 2,300-2,500. И то небольшой вес. То есть получается так, что даже в Германию можно дешевле отправить, чем в Казахстан. Но решайте сами. Если вы заказываете, конечно, много товара, то это не те деньги. В смысле можно заказать. Заплатя там кеки 2,500-2,300 за посылку. Если вы, конечно, одну-две вещи закажете. Так, вот такие вот платья, что я себе покупала. Вы их до сих пор заказываете. Но их осталось уже очень мало. Дальше в видео есть еще платья новое она привезла. До 60-го размера. Выбор есть. Есть чего выбрать. Есть и штапины. Есть такие черные модненькие с надписями. В общем, посмотрите там дальше. Но платья, девочки, буду брать только по объемам. По объемам. Не по размерам, по объемам. Вы мне пишите. Главное, объем груди, объем живота. Все. Так, вот такие вот шапочки. Я тут раз черную покупала. Вот, видите. Очень здорово смотрится. Я вчера мерила. Но я бы хотела, вот, она с кавелюр не будет. В общем, это такой, знаете, трикотаж. Такой хороший, очень такой качественный трикотаж. Сзади это смотрится вот так. И сразу девчата, кто заказал шапки, заказали под них резинки. То есть, вот эти резинки-мочалки одеваешь. И у тебя здесь такой объем. Вот. И я сейчас ближе, вот, как она начнет вот эти шапки вышить, я себе обязательно возьму. Подберу цвета. А дело мне подходит. Даже розовый цвет, а дело у нее. Ну, здорово, супер. Ну, вы видите, я еще пока к таким светлым цветам не могу привыкнуть. Пока я вес не скину. Так, вот такая вот шапочка. Вот, видите. Сзади тоже так же. Тоже под резинку. Резинку я купила такую. Тоже идет на отправку. Дальше. Вот такие вот, девчата, жилетки. Тоже там цвета. Ну, вот такие вот. Короче, есть и цветные. Что я говорю. Тоже и красные, и синие, и фиолетовые. Всякие есть цвета. Вот такая вот жилеточка на деревянных пуговицах. Вот такая вот. Сейчас я вам ближе покажу. Покажу, какая его длина. Вот такая вот длина. Видите. До колена. До колена. Так. Вот такая вот вязочка. Вот такие вот рукавчики. Видите. Вот так это все дело выглядит. И вот такие деревянные пуговички. есть и черные, есть и с капюшонами жилетки. Я там дальше видео посмотрите, тоже снимала. Вот такие худи есть. Тоже в разных цветах. С капюшонами. Вот такое худи. А вот здесь вот. Вот здесь где-то вот тут. Карманы. Вот такой карман. Он один целый, единый. В общем, вот такая вот вязочка. Ну, видите, все помятое, конечно, когда оно все распрямленное. Вот такой капюшончик. И, можно сказать, она молодежная такая худи. Молодежная. До 54-го размера. И цветные есть с рисунками. Так, дальше. Вот купила такого пальто. Я уже много их покупала, отправляла. Но вот такого цвета покупила первый раз. Цвет очень приятный такой. Так. Материал такой же, как и у Болеро. Видите? Вот такая вот букле. Букле материал. Со стороны смотрится вот, ну, как буклированная какая-то вот. Ну, не скажу, что... В общем, как объяснить, да? В голове крутится не этот. Ну, вот как буклированная, что-то такое вот приятное. Вот такая вот пальтишка. Есть, девочки, размеры до 70... До 82-го, чего какого? До 82-го. Но, опять же, лучше брать по объемам. Вот такие вот рукавчики. Ну, это 54-й размер. Та женщина просила. И как раз его мне продавщица тоже 54-го размера. Она мне его померила. В общем, длина... Ну, вот до икры вот такая. Ну, вот ниже колена длина. Вот такая. Видите, она мне же приспущенная. Вот. Вот такая красота. Вот такие пуговички здесь, видите? Красивые. Можно одеть какую-то брошку сюда. Или завязать как-то красиво. Очень платок или шарф, или палантин. И будет шикарно. Цвета есть бордовые, черные, бежевые, серые. Ну, в общем, цветки есть. Есть такие же жилетки. Жилетки только, девочки, на худеньких. Вот. На полных еще не пошили. Жилетки длинные такие, знаете, на поясе. По бокам с разрезами. Ну, тоже здорово смотрится. Так, ребятки. Ну, что, на этом я с вами прощаюсь. Всех вас целую. Люблю. До луны и обратно. Оставлю свой ватсап. Пишите мне на ватсап. Цены, цвета. Все, все, все вам расскажу. Размеры. Когда отправлю. Вот это все я не хочу, я не затягиваю. Если бы возможно было бы сегодня отправить посылки. Конечно же, я отправила бы сегодня. Но в воскресенье, в субботу я никак не успеваю, да? В воскресенье выходной. В воскресенье, в понедельник выходной на почте. Вчера заехала, купила, только на почте успела купить пакеты почтовые, чтобы это все отправлять. Когда девочки чеки скидывают, трек номера, чтобы отслеживали посылки. Ну, в общем, когда отправляю, все всегда скидываю. Все, то есть, прозрачно. Я всегда на связи. Все посылки доходят. Бывает даже вот посылка пришла, человек не знает, да? Ой, Юлечка, не знаете, где наша посылка? У меня все есть в приложении. Я скидываю, что вот-вот. Ваша посылка там-там-то. Либо она вас уже ждет в почтовом отделении. Идите, заберите. Так что у меня все это автоматизировано. Ладно, мои хорошие. Пока-пока-пока. Все, пошлай заниматься делами. Ребятушки, всем доброе утро. В общем, я на вязанном рынке. Девчонки, все подряд снимать вам не буду. Сниму только то, что вот действительно стоящее. Вот платьишки на девочек. От двух до семи лет. Так что спрашивайте цены. Все расскажу вам. Вот такие они со звездочками, видите? На осень прям само-то. Ткань такая, знаете, и вроде и плотноватая, и мягкая такая. И нежная. И вот такие вот со звездочками есть. Так, ребятушки, вот на девочек до 11 лет. Вот с такими келотиками. Штанишки. Вот так вот они выглядят, видите? Не-не, я вас не снимаю. Модненькие, модненькие, стильненькие. Еще розовый цвет к таким есть. Вот, видите? Голубенький. Модненько, стильненько девочка смотрелась бы. Так, девчата, опять я на шапочках. Шапочки девчонки просили. В общем, смотрите, какие я буду брать. Вот, одну черную я тогда купила. Вот, видите, она как смотрится. Вот, вот так у нее зад. Если одеть еще вот эту резинку, швабру, вообще шикарно будет. Так. Ну и вот давайте посмотрим. Так, это вот эти вот шапочки, платочки. Видите? Тоже как шапочка одевается. Вот в таких расцветках горошек. Вот это сверху... Есть расцветок. Есть расцветок. Это сверху, как я все время... Сеточка. Сеточка. А внутри идет какой-то... Что за ткань? Японская ткань. Японская ткань. Но они с головы не слетают. Ну да, что они будут слетать. Они же этот... Как шапочка идут. Вот такая отделка. Но смотрится девчонки здорово. Если одеть еще вот эту резинку, швабру... Я вот девчаток ту шапки заказала. Им тоже сейчас буду покупать эти резинки. И однотонные тоже, да, такие есть? Ага. А, ну эти я вижу, да. И будет смотреться шикарно. Смотрите. Вот эти вот вообще, как челма. Если тоже одеть резиночку вот здесь, вот небольшую. Есть большие резинки, есть средние, есть маленькие. Вот эту резиночку и вот эта шапочка, челма, будет смотреться великолепно. Вот видите, как они вид имеют. Расцветки вот именно вот этих. Вот они, они расцветки. Очень большой выбор. Так что, девчонки. Это на осень. Прямо самое то. Да что там осень? Зиму. Зиму-осень. Вот такие. Ну вот эти уже идут летние. Видите? Это осень. А осень. А летняя что-то видела. Вот видите, она идет шапочка. Одеваете. А вот эту уже, вот это что внизу, это уже вяжете сами как хотите. Вариаций тоже много. Там такое можно накрутить. Так что, вот так по шапочкам. Вот такой еще вариант. Видите? Тоже можно вот сюда резинку. Это вот новая. Простая. Без всяких, вот без всего, да? Вот если вот здесь вот. Вот так вот сделано. Сзади. Я себе померила. Девчонки. Так здорово. Но сейчас чуть попозже еще будут всякие расцветки. Сейчас будут их шить. Вот. Мне вот такая прям вообще подходит. Ага. Вот видите? Вот так. Вот такую себе тоже куплю. Мне только вот хочется либо вот велюровую. Вот такую вот. Я бы даже черную взяла. Такую бы взяла. Я эту мерила. А, велюр не будете, да? Только да, трикотаж будет. Ой. Вот видите? Так, девочки. Вот такие есть платьишки. Размеры до 54. Все отсвечивает. Поэтому вот так снимаю частями. Вот такой низ. Вот видите? До 54. Лучше, конечно, брать по объемам. И точно такой же есть васильковый, да, цвет? Васильковый и мятный. И мятный. Вот. Но если кто такие платья захочет, заказ лучше делать заранее. Потому что женщина, она сама не отсюда везет их. Чтобы я в течение недели скидывала заказ. Так. Так, девочки. Вот такие вот платья-халаты. До 50-го, да? Да, да, да. 44,50. 44,50. Но тоже лучше мерить по объемам. Так, вот второй. Такое же платье-халат. Это все штапель. Но штапель, девочки, качественный. Очень качественный штапель. Он такой, знаете, аж играет. Есть штапель, знаете, ну, поняли. Так себе. А этот именно вот не так себе. Как надо. Вот, видите? Так, вот эти до 54. Сзади бантик. Сзади бантик. Черт и что, и сбоку бантик. Да, вот. Видите, сзади бантик завязывается. Ага, все. Поняла. Так, вот эти до 56-го. Рукав сделан вот так. С разрывом. Оголенное плечо. Тоже штапель. Нежный-нежный. Вот так вот оно выглядит внизу. Видите? Как бы платье сарафан. Вот. Кому надо, девчонки, заказывайте. Я на созвоне с этой точкой. Так, вот эти вот. Вот эти классные. Я же тогда в видео их видела. Это до какого размера? До 54-го. До 54-го, но они не длинные. Они где-то до икры. Ниже колена. Ниже колена. Вот. Все отсвечивает. Вот эти. Ну и вот эти вот. Вот этих осталось мало. Эти до какого? Спасибо. Эти до какого? До 52-го. До 52-го. Ну вот это мне вообще понравилось, когда я уже схудну и одену его. Я вот такого вот люблю. Уже в лесу? А ну-ка, мы сейчас померяем. Вот эти до 60-го. Три четверти рукав. Но тоже лучше мерить объемы. Так, вот это тоже оно же, да? Да, да, да. Это тоже. Вот такое. Лучше по объемам. Потому что те я брала трикотаж. Там в любом случае, где грудь, трикотаж, тянется эти ниже колена. Они не длинные. Так. И вот такие вот еще. А эти с карманами? С карманами. Ага. Эти с карманами. Вот. Ну мне... Ага. Ну вот эти мне вообще нравится. Тоже похудеть бы. Платье-халаты. Так, девчата, вот такие вот шапки всевозможные. С двумя бубонами. С одним. С шарфиками, да, я смотрю, есть? Да, но с нудиками. А? С нудиками. Нудик? А что такое нудик? Вот так одевается с нудиками. А, с нудик. То есть через голову одел, да? И как шарфик получается. Вот-вот. Поняли, с нудики? Первый раз слышу такое слово. От года до 10. И есть подростковые. Ага. И вот эти вот прям вот до 7 лет будут. Это до 10. До 10, да? Этот размер до 10. От года до 10 лет размер есть. Ага, размеры есть. Видите? И яркие, и ядовитые. Вот смотрите, вот такие бубоны под цветом делаем. Вот так. И очень просят, и любят вот так. Ага. Натуральные бубоны, видите? Они дороже, да? Эти натуральные уже. Натуральные бубончики, ага. Вот такие шарфики. Паутинки. Вот я сейчас беленькие взяла. Расцветки все-все-все есть. Гляньте, красный какой нежный. Тоненький-тоненький. Вот смотрите. Видите, как оно выглядит? Ага. Вот такие вот расцветочки есть. Ну, вот они, они тут все представлены. Вот такие девочки повязки, видите? Шапки всевозможные, детские, подростковые. Просто валом. На любой вкус. Вот такие кофточки. Вот эти платьишки на девочек. Они неубиваемые. У Камуси было такое. Сносу нету. Сначала носишь как платье, потом как тунеечку. вот такие цвета кофточек. Видите? Хадюня хрен его знает. Видишь, ты что? Солнце херачит, отсвечивает. Нагрозный. О, видишь, ваши. Нагрозный. Нагрозный берут. Девочки, вот такие еще. Их нигде нету. Они одни-единственные на всем рынке. Это вот мы. Это прям кожа, да? Это кожа или? Это кожа. Кожа, кожа, да? Это турецкая сделана. Вот видите, вот такие. Ну, понятное дело, мех искусственный. Ага, все. Девчули, вот такие вот эти кардиганчики. 54-56. Я брала, думаю, вам покажу. Вот такие цветные. До какого размера? Да. Друзья, сегодня очень вкусная. У меня местные наберут. Вот такие вот, видите? Саранчиком тоже не кушайте. Это накидочки, видите? Нежные, нежные. В общем, она без рук... А, нет, рука вправо, проходит рукав сюда. Здесь вот, видите, шовчик идет. Вот такая накидочка под маечку, под футболочку. Вообще красота. Ребятки, сколько прохожу, все время смотрю на эту кофточку. Это шикардос просто. Но они продаются без аксессуаров. В общем, они есть вот в таких вот всяких расцветках. То есть половина такая, половина такая. 42-го после 50-го. Видите? Ага. Вот, видите, брошечку добавить. Это ж вообще шик. Так, и вот такая. Вот и есть. И есть костюм. Меланж. Меланж. В общем, много. По 50-й размер. Но это смотрится шикарно. Так, ребятки, вот такие вот есть. В таких расцветках. Можно сказать, летние, нежные, с капюшоном. Ну, говорят, до 60-го размера. Вот, видите? Сзади два разреза. Там девочки вот такие вот хоги. Как их там называют? Это костюмами есть просто вот такие вот хоги. С 46-го по 54-й. Просили девчонки снять. Это чистая кожа.